Легенды и мифы Легенды включены в учебники истории, но в высшей школе мифологию уже изучают отдельно от исторической науки, обычно в курсе культурологии. Сама же мифология считается особой формой человеческого сознания, способом сохранения традиций в изменяющейся с течением времени действительности стран и народов. Неужели эпосы, мифы и легенды просто сочинены с целью сохранения народных традиций? Снова какое-то масляное масло, предлагаемое нам официальной наукой. На чем же тогда основаны традиции, например, той же Древней Греции? На почитании выдуманных олимпийских богов, циклопис с Минотавром и Аиде? А русские сказки с Бабой Игой, Кащеем и Трехголовым Драконом? А в шумерском эпосе о Гильгамеше тоже, что ли, наши полупервобытные предки просто выдумали космические корабли, генную инженерию и оружие массового поражения? Но именно предисловие ко всем русским народным сказкам «Сказка ложь давней намек» лучше всего и говорит об истинном смысле мифологии в целом. Итак, имеет ли мифологический Аид признаки его реального существования, по крайней мере, в допотопные времена? Что же это за подземное царство? Кто такие мертвые? Где был в древности вход в это царство? Кто населял берега подземной реки Стикс? Какие отношения были у жителей Аида с людьми на поверхности? В своих работах я пришел к некоторым предварительным гипотезам. Конечно, на все вышеизложенные вопросы я не ответил, но кое-что интересное обнаружить удалось. В этом фильме я покажу, где же находились врата в загадочное подземное царство. Многие отчетливо понимают, что реальная история далека от той, которую предлагают нам с вами в учебниках. Цивилизации наших предков, смытые с лица земли несколькими потопами, были на несколько голов духовно и технологически развития нас. Жизнь людей тогда кардинально отличалась от современности. Именно поэтому мы сегодня и не можем понять то, как выглядело реальное прошлое. Нашему мозгу просто не с чем сравнить и сопоставить информационный пласт об этом прошлом с тем, что окружает нас сегодня. В одной из экспедиций канала iSpeak мы долго спорили о том, почему главными зданиями античного города, на руинах которого мы стояли, была баня и общественный туалет. Почему наши античные предки, живя в относительной роскоши, не имели индивидуальных туалетов в своих домах и ходили в общественные, в которых почему-то проводили достаточно много времени. С банями вроде бы все понятно, там действительно можно провести достаточно времени, но вот туалеты. Античные руины натолкнули нас и еще на один важный вопрос. Почему все комнаты и даже спальни в этих античных домах были смежными и проходными? Помните, как в 80-е годы люди мечтали переселиться из хрущевок со смежными и проходными комнатами в Брежневке, где в улучшенной планировке можно было уединиться, закрывшись в отдельной комнате. В быту, питании, укладе жизни античного периода масса вещей, которые нам сегодня кажутся минимум непонятными и странными. Но сегодня не об образе жизни тех, чьи кости, вещи и обломки стен мы видим в слое, перемешанной античным потопом грязи и песка. Недавно мне попалась статья на официальном сайте понтикопей.ру «Керчь. Царство Аида». В этой статье представлена короткая, но очень емкая выжимка из работ достаточно большого количества ученых, изучавших мифологию Древней Греции и Причерноморья. С хронологической точки зрения, конечно же, все события ими отправлены в далекие первые и вторые тысячелетия до нашей эры. Но для нас сегодня важна суть. Перед тем, как я перейду к сути, немного данных из моей гипотезы о хронологии и потопах прошлого. Пользуйтесь катушками только проверенных производителей. Фирма «Альт Энерджи». Ранняя античность – это реально раннее средневековье. Временной период примерно с 8 по 14 века, конечно же, нашей эры. И если перевести это на действующее сегодня летоисчисление. Произошедшая во второй половине 14 века Троянская война, битва атлантов или война богов из Махабхараты в корне изменила мир и привела к глобальной катастрофе и всемирному потопу. Погибла большая часть человечества. Поднялся на сотни метров уровень мирового океана. Наступило резкое похолодание. Все вышеперечисленное считается сегодня наукой ледниковым периодом 13 тысячелетней давности. Но, по-моему, судя по целостности античных городов, вещей погибших и массе косвенных признаков, все эти события произошли гораздо позже, ближе к нашему времени. Причиной таких изменений на поверхности планеты стала, конечно же, глобальная катастрофа, которая наклонила ось вращения Земли и повлияла на утрату достаточно большой массы ее атмосферы. Исторически, ранняя античность дошла до нас в образе древней Итрурии и Греции. Так ее представляют в современных учебниках истории. Троянская битва царствующих детей богов со странным для нас сегодня именем Хер, Кауравов и Пандавов или Гипербореев с Атлантами имела еще одно значимое последствие. Один из основных участников этой битвы Геракл, он же Алкид, сын бога, он же Гер или Хер Акел, Ахилл, он же Олег и он же Александр Македонский, он же Митридат или Митра. Разрушил Геркулесовы столбы, врата между двумя мирами, существовавшими на нашей планете в этот самый ранний период античности. Синий мир неба объединился с красным миром Земли, объединился в единую мировую державу под управлением единого царя-царей, династии Льва, Пандавов. Но при этом сам мир изменился до неузнаваемости. Недаром в исключенный из официальных изданий последний главы Махабхараты, воцарившийся Арджуна попал затем в ад. Пандавы добились победы, уничтожив огромное количество людей, земель и городов. Видимо и разрушение врат между двумя мирами людям дальше ничего хорошего не принесло. Люди Красного Мира – дети геи, земли. Они получали большую часть наследственных признаков по матери – люди инь. Синие – дети неба, урана. Основные наследственные признаки породы получали от отца – это люди янь. Это смешение в дальнейшем привело к хаосу в кастах красных и варных синих. Хотя, может быть, это была и очередная ступень развития общества? Мне на основе собранных сегодня данных ответить на этот вопрос затруднительно. Как думаете вы, чем для людей стало это объединение миров? В своих работах Носовский и Фоменко тоже вычислили всего лишь две страны, существовавшие в античном мире. И существовали эти страны примерно в тех же границах, что и вычислил я – Красный и Синий Мир. Красный Мир – южная часть – это по Носовскому и Фоменко – Иудея – богословы. А северная часть – синяя, по их мнению – Израиль – богоборца. И, похоже, ученые не ошиблись, если предположить то, что тот Израиль и та Иудея – совсем не то, что мы подразумеваем под этими понятиями сегодня. Единая мировая держава просуществовала совершенно недолго, начав делиться на части сразу же после смерти воцарившегося единого царя. И все-таки этих частей было три, а не четыре, как я ранее предполагал. На западе в начале 16 века начал возникать мятежный Рим Карла V. На юге современной Евразии создал свою империю Великий Могол – Лев Бабур. Прежнее название единой мировой державы сохранялось за ее третьей частью. Если читать по-тюркски, то это та самая Великая Тартария. А если на современном нам русском, то это Великое Царство Царств. В начале этого раздела Царство Царств успешно противодействовало мятежникам, особенно Риму. Но позже, примерно во второй половине 17 века, произошла война и потоп. Потоп, закончивший античный период истории человечества. Закончу экскурс по своей гипотезе реальной хронологии. Статья «Керчь. Царство Аида». Местность, где находился вход в подземное царство, вычислили на основе древнегреческих мифов и гомеровской Илиаде. А в трудах Геродота скифия глазами греков представлена как сам Аид. Итак, Гомер. Зная, кто такие кемерийцы, достаточно легко догадаться, где находилось описываемое место. Прежде, однако, ты должен с пути уклоняясь проникнуть в область Аида, где царствует страшное с ним Персифона. Судно дошло до предела глубокой реки Океана. Там находился город народа мужей кемерийцев. Кемерийцы – это народ, некогда населявший берега Боспора или современного Керченского пролива. Но что же это за глубокая река Океан, если речь идет о Керченском проливе? Читаем еще один отрывок из Илиады. Реки увидишь в Аиде – Пирфлегитон и Ахерентон. Там и коцит протекает, рукав подземного стикца. Там и скала, где шумно стекаются оба потока. Далее, статья, основанная на представлениях официальной науки, гласит. Чтобы отыскать упомянутые реки, нужно вернуться в далекое прошлое. Еще до страшного землетрясения, разрушившего перешеек между Черным и Средиземным морем, 5000 лет до нашей эры, то есть около 7000 лет назад, уровень Черного моря был более чем на 100 метров ниже современного. А вот данные американских ученых. Геологи Ульям Райн и Уолтер Питмен из Колумбийского университета США разработали теорию Черноморского потопа. Исследования дна Черного моря позволили им сделать удивительные открытия. Оказалось, примерно 7500 лет назад Черное море было абсолютно пресным внутренним озером. Это показал анализ водных растений и осадочных пород. Но затем туда внезапно хлынула соленая морская вода. Уровень воды поднялся сразу на 150 метров. По версии ученых, морская вода прорвалась из Средиземного моря, уровень которого тоже повысился на 120 метров. Предположительно, это произошло вследствие страшного землетрясения. Вот как выглядит карта реконструкция этих территорий до потока. Под воду ушли довольно обширные территории. Но тогда что же делают на глубинах в десятки метров античные города по всем шельфам Черного и Средиземного морей? 5000 лет до нашей эры или 7000 лет назад, по мнению тех же историков, еще никаких античных храмов с колоннами и близко не существовало. Такая архитектура появилась не ранее первого тысячелетия до нашей эры. В общем, историки в очередной раз сами себя загнали в угол. А мы с вами знаем, что эти руины античных городов и на суше Крымского полуострова, и под водой на глубинах в десятки метров абсолютно идентичны. В свете же гипотезы новой хронологии их датировка по крайней мере гибели вторая половина 14 века. Но где же тогда в районе современного Керченского пролива или Боспора Кемерийского сливались в одно течение пирфлигитон с ахерантомом, да еще и с кацитом, рукавом подземного стикса? Ученые считают, в далекие времена, тогда аж 7000 лет назад, когда, по их мнению, только появились первые примитивные земные цивилизации Междуречья, совершенно далекие по своему уровню от древнегреческой, на территории, сегодня затопленной Азовским морем, сливалась Кубань и Дон. Кубань и есть пирфлигитон, а Дон – ахерантом, и, конечно же, в придачу кацит. Рукав подземной реки Стикс, протекавшей в подземном царстве Аида, согласно тем же мифам, сливались реки у скалы, образуя единое русло, сегодня являющееся Керченским проливом. Древние русла этих двух рек были действительно обнаружены учеными под более чем 100 метровым слоем Донного Азовского ила. Скала пока не обнаружена. В ней, видимо, и была пещера, из которой вытекал подземный кацит. Толстый слой Донного Ила, Азовского моря и Керченского пролива – это грунт, содранный серией мегацунами, пронесшимися в глухие дни Бориса Годунова и Северного Ледовитого океана на юг, через Русскую равнину и Сибирь. Об этом в фильмах «Страшная тайна вечной мерзлоты» и «Таким был мир якутских мамонтов». С хронологическим сдвигом в 100 лет, обнаруженным Носовским и Фоменко, это как раз конец 17 века. Последний античный потоп. Теперь к русским сказкам, в которых описан камень на перекрестке у огненной речки Смородинки, за которым расположено царство мертвых. Пир Флегитон, Кубань. Вот она, огненная речка Смородинка. Пир – это огонь, пиротехника, или вар. Есть еще одно название у Кубани – Вардон. Мы его видим на картах Меркатора 16 века. Ранее, пишут ученые, по берегам нижнего течения Кубани было множество выходов горячей воды или геотермальных источников. После того, как их занесло грунтом и глиной в потоп 17 века, они стали выглядеть, как известные нам сегодня грязевые вулканы Тамани. А в общем, анализ информации древнегреческих мифов и русских сказок дает достаточно понятную картину. Кацит, рукав легендарного Стикса, как я уже говорил, скорее всего, вытекал из пещеры в упомянутом нам камне или скале. Такое действительно может быть. Подземные реки вытекают из подземных полостей внутри гор. А в описанном месте как раз начало или конец Кавказского хребта. На Кавказе вообще множество горных рек, вытекающих из пещер. В экспедициях мы даже одну из таких исследовали. Пещера Исиченко, откуда вытекает целый приток горной реки Курдживс. Дебит воды не зависит ни от какого таяния снега в горах. Он постоянен. Но Кацит, рукав легендарного Стикса, что-то посерьезней. Стикс, река Ваиди, в подземном царстве. Информационный след в местной геологии должен быть однозначно четким. И такой есть. Абширонский горизонт. Подземное море под значительной частью Краснодарского края. Как ни странно, об этом подземном водном бассейне крайне мало сведений в открытой печати. Хотя я, как местный житель, о нем знаю. Большинство городов Краснодарского края, включая Краснодар, берут воду в городские сети только из Абширонского горизонта. Скважины в среднем по 200 метров глубиной. А в общем, на Кавказе очень много информации о реальном прошлом, которое никем не описано. Недавно, в разговоре, мне автор канала МР Романов Куб, Александр Романов, рассказал о своей поездке в Дагестан. Остановившись у очередного горного озера, которое считается бездонным, местный житель, далекий от альтернативной истории, просто и буднично сказал Александру то, что это озеро – вертикальная шахта, пробуренная еще тогда, когда на земле воду запускали. Вот как. Там же Александр встретился с обычаями местных оставлять на полянах еду для неких великанов, которым раньше еще оставляли и женщин. Вопрос один, когда это раньше было реально? Похоже, совсем недавно. Но повторюсь, вся подобная информация разговорная, никем не записана и не проанализирована. Еще один пример, встретившийся нам на Западном Кавказе – загадочные немцы. Что они там делали? Многие местные жители рассказывают о том, что еще в начале 20 века по всему Кавказу была какая-то густая сеть узкоколеек, шахт, штолин и горнообогатительных комбинатов. Были поселки немцев. Куда все это подевалось? Вот и Абшеронский горизонт. Все о нем знают, а в интернете информации отсутствует. Хотя кое-что о подземных реках Кавказа есть. Подземные воды Прикубанской равнины и Закубанской наклонной равнины гидравлически связаны между собой и образуют целую единую систему с выходами на поверхность. Выходы в основном в горных районах Кавказского Хрита, под которым расположены самые большие объемы подземных вод. Одним из таких выходов является озеро Абрау в районе Новороссийска. В это озеро впадает лишь одна пересыхающая летом речушка. Вода поступает в Абрау из подземных полостей по пещерам на дне озера. Даже сток вод из этого озера в море тоже подземный. И таких выходов озер на Кавказе массы. А все вместе это яркий уникальный информационный след о наличии в этих местах реально серьезной огромной подземной реки. Существует мнение некоторых специалистов, что подземная река под Кавказским Хребтом лишь малая часть всего потока, проходящего в полостях земной коры на запад под Крымскими горами и далее в Альпы. А на востоке воды этого подземного бассейна, по мнению опять же некоторых специалистов, в 60-е годы 19 века затопили низину и заполнили озеро Байкал до современного уровня. Произошло это вследствие байкальского землетрясения, разрушившего перемычку между котловиной и подземным бассейном. Смотрите фильм на канале «Тайна Байкала раскрыта». Но вернемся к легендарному подземному царству Аида. На сегодняшний день существуют две основные гипотезы о том, чем ранее являлся или является до сегодняшнего дня этот мифический Аид. Некоторые исследователи отвергают то, что это подземное царство, настаивая на том, что так называли греки древних скифов при Черноморье. То есть наших с вами предков, живущих к северу от врат, находившихся в районе Керченского пролива. В своем недавнем фильме «Главный скрытый символ долларов США» я представил гипотезу о том, что геркулесовые столбы стояли реально не на берегах пролива Гибралтар, а на берегах современного Керченского пролива, который тогда был руслом реки. Это были врата между Красным и Синим мирами ранней античности. Но геркулесовые столбы – это не врата в Аид. Врата находились немного севернее. Вход в пещеру у скалы, где сливались две реки. Из этой пещеры вытекал третий поток – Кацит, рукав подземного стикса. Чтобы попасть в Аид, нужно было плыть по подземной реке через пещеру. Я думаю, Аид – это реальное подземное царство, описанное в мифологии, а не то, что греки называли так скифов. Что такое мифология, мы с вами разобрали в начале фильма. А в общем, скорее всего, подземное царство существовало реально. Но вот мертвых ли? В легендах индейского народа Хоппи, сегодня проживающего в резервациях на северо-востоке Аризоны, говорится, после потопа люди поднялись на поверхность из-под земли, где его переждали. Как обычно, легенды, мифы и эпосы многих народов мира сохранили информационный след того, что от потопа народы мира спасались под землей. Неужели там спасся и знаменитый Пиранези, зарисовавший в 18 веке последствия глобальной катастрофы конца 17-го? О посещении подземного мира написано и во многих сказках. Там побывал и Орфей с Ивредикой, и Данила Мастер, попавший в глубину Уральских гор хозяйки Медной горы. Из мифологии народов Севера, Китая, Египта, обоих Америк следует то, что к людям на поверхность поднимались и сами подземные жители. Они описаны как белые боги, которые делились с людьми своими знаниями. Многие исследователи считают, что и сегодня в подземной стране Агарти живут предки Ариев. Они же прослеживаются в пространстве и над землей. Но мы с вами, из греческих мифов и Илиады, имеем информацию о входе в Аид, как в царство мертвых. Получается, не только предки Ариев населяют подземные полости планеты, перемещаясь между своими подземными городами по огромной сети тоннелей, соединяющих континенты. Чтобы понять, как устроен подземный мир, рассмотрим информацию из научных апокрифов. Это работы известных ученых, не вошедшие в каноническую научную доктрину, по аналогии с апокрифами церковными. Английский астроном и математик Эдмунд Галей признаний ученым сообщества человека трудно встретить. Но вот почему-то открыватель кометы Галлея в 1692 году подробно описал внутреннее строение Земли. И это описание в корне не вяжется с научными представлениями. Внутри Земля представляет подобие матрешки, то есть состоит из нескольких вложенных друг в друга сфер. Леонард Эйлер, ученый 18 века, внесший фундаментальный вклад в развитие физики и астрономии. Он описывает то же самое, что и Галлей, только еще и внутреннее солнце. Афанасий Керхер, профессор математики, да еще и монах ордена иезуитов. В Википедии в графе «Страна проживания» Кехлера указана прямо папская область Священной Римской империи. Керхер не только описывает сферы и внутреннее солнце, он описывает и провал на Северном полюсе, куда стекаются поверхностные воды планеты, образуя круговорот с подземными. Один из обитаемых уровней внутри планеты, по мнению ученого иезуита, населен рептилиями, саламандрами. Это уже ближе к нашему Аиду. О допуске профессора иезуита из папской области Священного Рима к библиотеке Ватикана, я думаю, говорить не нужно. Конечно, сегодня вся наука базируется только на трудах ученых одной из частей расколовшейся единой мировой державы – Рима. Потоп конца 17 века уничтожил большую часть Великого Царства Царств, образовав зону вечной мерзлоты, опустошив и Западную Сибирь, и Русскую Равнину. Смотрите фильм на канале «Страшная тайна вечной мерзлоты» и «Таким был мир якутских мамонтов». Рим постепенно поглотил остатки территорий Великого Царства Царств с выжившим населением, и случилось это в 18-м начале 19-го веков. Поглотил он остатки ведической веры и науки. А далее вся значимая информация о мироздании была от народа сокрыта. Остались лишь вот такие вот случайно уцелевшие научные апокрифы. Получается, внутри Земли существовали и, видимо, существует сегодня несколько ярусов, населенных различными видами разумных существ. Верхний ярус с сетью тоннелей под континентами – это ярус Ариев, самый близкий к поверхности. Видимо, Аид находился сразу под ним, ниже. Хотя, опять же, некоторые исследователи считают, что подземное царство Ариев – это и есть Аид. Но описания Аида из греческих мифов дают совершенно иную картину. Стоило ли нашим предкам украшать множество своих строений персонажами из сказок? Все мифы прошлого содержат информацию о подземной цивилизации. Самый интересный из этих мифов – миф о том, как Аид украл Персифону. А именно, началась смена времен года на Земле, что привело к тому, что мы потеряли рай на поверхности Земли. И у нас стала и зима, и весна, и лето. Также легенды прошлого содержат много информации о том, что на нашей поверхности существуют люди, которые являются выходцами из подземных цивилизаций. То есть они похожи на людей, но одновременно людьми не являются. В прошлом их называли Хеллены, то есть выходцы из пекла, из Аида. Также очень нужно обратить внимание на тех, кто несут ДНК, которое в современном мире обозначено как R1, B1. Так как по буквице это очень близко к интерпретации род Ада. Ничего удивительного в этом нет, потому что по всей Земле присутствует описание Нага. В писаниях Наги – это невидимые существа, живущие под землей, связанные с водой, энергией жидкости, а также с лицами, имеющие мощные звероподобные качества или впечатляющую смесь в качестве животного и человека. То есть это существа наполовину люди, наполовину змеи. Самые знаменитые из них – это Тифон и Ехидна. Ехидна – полуженщина-полузмея, она же сестра и жена Тифона, чудовище сотней драконьих голов. Дело в том, что этого Тифона победил в итоге Зевс и завалил ее горой Этной. В соответствии с символикой именно рыжий цвет, как цвет жесткого и кровожадного существа, именно им обладает Тифон. В славянских легендах существует название этого зверя – Скипер – царь всех змей. Скипер – зверь, был побежден перуном и завален кавказскими горами. Почему это нам интересно? Потому что, не сумев победить в честной схватке, Скипер стал людей словом лживым жалить. Он же Скипер из камня, то есть глины, сотворил существ на людей похожих, но бездушных. То есть адскую антиматерию, несущую признаки двух полов одновременно. И стали они по свету ходить, бродить, вражду сеять. Про этого гадость скажут, тому пыль в глаза пустят, третьего оболгут, четвертого задела ничтожные возвеличивать станут. То есть то, что в латинице называется «хел», с русской точки зрения это просто описание «не люди». То есть под землей существует цивилизация «не людей», то есть демонической природы по отношению к нам. Поэтому играет новыми красками выражение Сократа про Хелленов. Хеллены – это единственный народ, который не имеет ни своей культуры, ни своего наследия, ни своей традиции. Ибо это вечно молодой и вечно воюющий народ. Но у них есть одно качество – они умеют ценить прекрасное, все прекрасное тащат к себе. Поэтому в Хелладе все есть. Получается, Хел – это Аида. Хеллены – выходцы из Аида. Конечно, сегодня, обладая такими скудными представлениями об окружающем нас мире, невозможно сделать однозначный вывод обо всем, изложенном в этом фильме. Но пища для размышлений и дальнейших исследований, я думаю, есть. Где граница между сказкой и реальностью? Но все же, по крайней мере, следы одного из входов в подземное царство, существовавшего до потопа конца 14 века, мы с вами нашли. Нашли в районе современной Керчи, где Кацит, рукав легендарного Стикса, выходил на поверхность из пещеры в скале у реки Смородинки. Чуть севернее столицы Единой мировой державы, Трои и Кадингиры, Хастинапуры или просто Царьграда. А как думаете вы, могло ли быть такое реально? Чем отличается миф от были? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал iSpeak. Проект асинхронные электродвигатели Дуинова официально стал резидентом экономической зоны Технополис Москва. На инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля 2019 года было подписано соглашение между Софлмаш и руководством Технополис Москва. Разумеется, перед вступлением в особую экономическую зону проект Дуинова прошел все необходимые государственные проверки и экспертизы, чтобы подтвердить состоятельность проекта. На участке Алабушева будет строиться инженеринговый центр по разработке новых энергоэффективных асинхронных двигателей с совмещенными обмотками. На сегодняшний день подписан договор аренды земли на площадке Алабушева. Выбран генеральный подрядчик. Подготовлено проектное задание. По плану уже через 20 месяцев завершатся строительные, отделочные, монтажные и пусконаладочные работы в инженеринговом центре. Производство новых асинхронных электродвигателей по технологии Дуинова стоит на 30% дешевле изготовления стандартного малоэффективного двигателя. Причина в использовании меньшего количества меди и электротехнической стали. Несмотря на отсутствие магнитов, асинхронные двигатели с совмещенными обмотками ничуть не уступают по характеристикам двигателям постоянного тока с магнитами, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Магниты производятся с применением редкоземельных металлов, большая часть которых находится в Китае. Технологии Дуинова позволят отказаться от поставок китайских магнитов. Переходите на официальный сайт, ознакомьтесь с технологией. Вы можете поддержать уникальную российскую разработку и стать совладельцем предприятия СовЭлмаш и в будущем получать дивиденды. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok